друзья с вами канал жека как вы уже наверно догадались кто меня смотрит а кто не смотрит добро пожаловать на мой канал вернее наш теперь с вами как друзья вот такой вот длинный дом смотрите как он высокий здесь скажем так мое детство наверное прошло сюда меня мама впервые привела за игровой приставки двери вот эти уже исписанные здание именно эти двери друзья когда-то меня мама привела мы с ней вошли в эти двери и она мне купила сначала одну игровую консоль приставку потом вторую вот они савелки район савелки зеленоград дорога автобусная остановка друзья давайте поднимемся по этим ступенькам вернее я поднимусь а вот со мной наверно узнаете не устаю удивляться насколько память даже ноги помнят этот подъем поступаешь на каждую ступеньку друзья и многих это ощущение как ты шагаешь по этим ступенькам прям как будто это было тогда вот проезжий поэзии здоровый я здесь раньше можно было только на той стороне ходить сейчас лиц сделали что можно на вторую сторону перейти и даже как-то друзья стало намного приятели потому что видите как они открываются на проезжую часть на дорогу торговый дом зеленоград потому в башню через дорогу тоже старые совсем злобин архитектор такой был можете набрать поисковике в интернете на майле на яндексе злобин был архитектор по моему или конструктор как это правильно который вот по его чертежам строился зеленоград вот она префектура зеленограда вот это вот вот эта гостиница друзья вот этого пальцем и видно да смотрите на кончик пальцем да сейчас это бизнес-центр а это у нас префектура зеленограда и она ужасная штука наверное правильная ностальгия я ностальгирую о прошлом и я счастлив счастлив что я здесь оказался бываю периодически столько времени уже прошло друзья я все еще помню свой город родной я родился где я я сделал первые шаги люди так же я когда погулял ознакомился с девчонками вон на техном лавочках друзья сидели девушки подходил я не один конечно тоже компании друзей не знакомился стрелял телефончик его не было кстати очень очень красиво прикольно раньше его здесь не было к сожалению он здесь на лодках плавает то есть друзья я все самое главное пропустил видимо все самое интересное я пропустил в своей жизни а может и нет поменялось просто многое пока меня здесь не было но слава богу что это наверное хорошо что лучшие стороны на них лучше можно вопрос а вот больно прокалывать нет у меня просто губа была прокалываться когда прибой на нос и себе не против себя снимая я для ютуба правил я блогер я просто с маслой приперся я здесь дальше жил вот сейчас приперся родной город поснимать эти стены стены меня правда от них голову не били кого-то били по пьяни тут и разборки и драки были из-за девушек были драки просто люди перед переживет молодежь а бывало покупали короче алкоголь в ларьках раньше в ларьках продавали на улице сейчас наверно тоже где то есть хотя многие ларьки по убирали вот и распивали здесь потом только шли уже в клуб уж там все дорого было проще было друзья нам надо купить алкоголь здесь много много что у меня но какие вернее воспоминания остались именно здесь в этом месте уже время назад друзья не нельзя нет таймера прокрутить но видосик можно снять и насладиться просмотром воспоминаниями когда я не смогу например сюда друзья приехать лично я включу видосики буду смотреть когда будет далеко далеко отсюда здесь я смогу получить видео и посмотреть где я жил ну и конечно я так вам обещал я поменяю камеру и сниму более качественное видео более качественный ролик пока что это нам больше как плог где меня много 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 меня и зеленограда вот еще я сниму ролик где меня будет меньше и будет в основном зеленограда но это будет друзья чуть позже поэтому давайте поддержим лайками и такими и обязательно комментариями чтобы видео поднять ну пусть не в топ но хотя бы чтобы немного побольше было посмотрим друзья с вами канал жека как вы уже наверное догадались кто меня смотрит а кто не смотрит добро пожаловать на мой канал вернее наш теперь с вами канал который называется повторюсь жека ну я не буду наверное начинать это будет банально чтобы вы ставили лайки комментарии писали что-то еще связанное с ютубом с активностью давайте просто наверное вы меня посмотрите послушайте какие-то выводы может быть сделаете или не знаю побудете немного в моей шкуре так как это я больше для себя снимаю свой видеоархив скажем так семейный бы сказал но семьи у меня нет я всех похоронил матушку и бабушку отца вот дальние родственники остались но близких уже нет поэтому наверное это будет больше как видео дневник для меня вернее для себя любимого а вы как зрители мои добро пожаловать я повторюсь на канал жека влоги кто еще не знает жек родительский дом канал называется тут люди ходят гуляют на меня повторюсь как на дебилы смотрят думаю что за тип такой себя снимает на видео вот я еще пивка взял вот сижу на лавочке на друзья пилу на одну мысль вообще нет такой день солнечный жаркий плюс 35 на улице лето вот разгар лета середина лета вот у меня даже не знаю у меня ностальгия настроения особо нет наверное больше я где-то в прошлом 90-х приехал в свой город где я родился в Зеленоград опять оказаться друзья в 90-х в своем детстве ну и поскольку жарко взял пивка холодненького не судите меня строгой а не пьяница да баночка в день я думаю никому не повредит вот опять же я в этом видео не агитирую потреблять алкоголь как и сигареты это все вред зло здоровью вернее вред здоровью зло вот у меня даже немного уже речь расслабилась если вы заметили язык немного стал заплетаться я думаю я это сейчас исправлю более буду наверное более серьезно настроить на съемку вот я матушку сразу вспоминаю когда бываю здесь приезжаю сюда сразу я вспоминаю матушку бабульку свою как я здесь жил и делал в детстве времени очень много утекло прошло уже 20 лет город почти не изменился да какие-то новостройки есть старые дома какие-то посносили но я сейчас именно там где почти ничего не изменилось друзья почти ничего кроме наверное меня моего лица моей старости селины возраста лет вот а здание в принципе за ними следят ухаживают правительство они покрашенные ухоженные наверно не как мое лицо после рабочего дома скажем так опухшее немного потому что там очень удобно было спать да и вообще я позже в другом ролике расскажу вам что такой рабочий дом особенно это вортовиков касается это между вахтами люди там останавливаются бывает конечно бомжи живут но в основном людям которым некуда пойти они оказались в москве им некуда пойти они могут зайти заехать скажем так все пиво в рабочий дом и там какое-то время я вот 8 дней там был 7 или 8 день я уехал так я наверное так вот надену эту сборку на свою рысую голову коротко стриженную ну и мы с вами продолжим друзья вернее начнем прогулку по зеленограду летом и зимой я тоже здесь хочу поснимать может даже к этому времени камеру поменяю пока я на телефон снимаю вот а в данный момент давайте наверное прогуляемся сейчас я слезу слезу с лавочки и мы с вами пойдем пройдемся по этому замечательному очень красивому и знаете наверное не зря же зеленоград очень зеленому городу друзья друзья вот такой вот длинный дом смотрите как он высокий этажей 9 здесь точно может и больше называется плейта такое вот ему не видно конца не видно начало и конца друзья такой длинный дом здесь скажем так мое детство наверное прошло сюда меня мама впервые привела за игровой приставкой дэнди если все помнят то есть восьмибитная была такая приставка в девяностых в начале девяностых в середине короче купила она мне приставку я у нее выпросил с картриджами картриджи игровые и она у меня накрылась в этот же вечер и на другой день мы пошли за второй такой же и папа мне сказал что у него нет денег мы тогда с ним не жили уже на тот момент мама развелась с папой я ему позвонил говорю папа добавь на игровую приставку у всех одноклассников есть почти у всех у меня нет но папа сказал что он нищий и мама пошла со мной второй раз вот в это здание длинное купить мне приставку игровую по тем временам это как пол сейчас 2021 год на дворе как пол зарплаты то есть получается моя мама купила мне две приставки одну не рабочую вторую рабочую кстати у нее первую приставку которая сломалась по какой-то причине не приняли обратно что там было нарушено с гарантией или продавец как-то там допустил какую-то ошибку или я там что-то так вот сломал что она не подлежала обмену и возврату и маме пришлось приложить еще столько же денег чтобы мне купить новую игровую консоль друзья такой слоненок такой друзья слоненок он вот так по моему держит если я не ошибаюсь я не знаю я снимаю не вижу себя нормально фокус сработал у телефона нету камеры вот и все-таки я получил что так долго друзья чего так долго хотел с потом сега в этом же здании была мне куплена потом панасоник 3d если кто помнит это хит продаж нинтендо и панасоник даже круче был аруа треш был офигенная игра про мотоциклистов беспредельщиков которые там цепи мог с дубиной ехать на мотоцикле и всех месить ну и также к этому еще а игра разрушитель со сталлона по фильму вообще офигенная графика там кино целое ну и по ковбоям вот это вот связанная сватчдокс или что-то похожее стреляешь типа на диком западе вестерн такой стреляешь живых ковбоев преступников и шериф так вот пау-пау друзья короче о море воспоминаний когда я нахожусь в этом месте мама моей уже нет в живых уже как 4 года вот но беременна я здесь оказываюсь и мне кажется что и мои родители мама бабушка у отца я тоже любил хотя почти не видел но лет с 12 я вообще его видел раз в пять в жизни но все равно все они для меня становятся живыми когда я здесь наверное многие из вас друзья меня поймут о чем я говорю это ужасно больно и в то же время я бегу сюда приятно вот это вот как будто я оказываюсь я всегда мечтал знаете повзрослеть вырасти стать взрослым дяденькой а сейчас я мечтаю вернуться в детство туда где я когда-то был ребенком хотя бы подростком друзья чтобы окунуться в это время все желкозы так не держат но когда уже не вернуть время которое прошло его уже не отмотаюсь назад поэтому остается ждать что будет дальше впереди поэтому так живем дальше не унываем что вам друзья вам советую друзья 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 ну вот мы подходим видите да вот это закрашенные витрины сзади меня это вот часть здания где когда-то меня купили деньги тут уже видимо в аренду будет сдаваться или я не знаю что здесь будет здесь все вот эти стекла это были не стены а прозрачные это на самом деле стекла закрашены покрытой краской здесь были витрины бытовая электроника пылесосы стиральные машины ну и конечно друзья видеомагнитофоны видак если вы помните 90-х ВХС на видеокассетах обычные кассеты для магнитопона наверное многие из вас название молодого поколения не знают что такое видак видео ну и здесь чуть дальше давайте пройдем под под это здание именно часть этого здания в отсеке где можно было зайти и купить купить друзья купить по тем временам это для меня не знаю я молился на эту дэнди потом сервы панасоник 3d потом sony playstation у меня появилась первая вторая была третья не было была четвертая стена неудобно давайте так снимаю двери вот эти уже исписанные здания вот именно вот эти двери друзья когда-то меня мама привела мы с ней вошли в эти двери и она мне купила сначала одну игровую консоль приставку потом вторую в этот жилья день можно сказать перечет люди меня пробежали не хотят наверное сниматься но а я сниматься друзья люблю и сириловито опухший немного после рабочего дома друзья я заехал сюда поскольку погода вообще шикарная шикарная погода я никак не мог не поснимать вот видите сзади меня корпус 360 за виноград я кстати этот номер не знал что 3-й район что это 360-й корпус я только сейчас увидел поэтому так вот давайте на мост пройдем там я тоже ходил любил друзья гулять шел дек через этот мост давайте 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 пройдем посмотрим что за мост кстати его надписью ее недавно сделали сейчас я вам покажу савелки савелки по-моему ниже зеленоград написано я точно не помню я только один раз видел ее месяц назад поставили давайте посмотрим ну в принципе ничего не изменилось но кроме этой надпи и я очень рад слава богу что ничего не изменилось что все так было так и осталось поскольку я сюда надеюсь в ближайшее время пока я живой ничего не изменится смогу сюда приехать и поностальгировать погрустить порадоваться вспомнить свои молодые юношеский год друзья а вспомнить немного чего есть давайте посмотрим да просто венограда здесь нет извиняйте просто надпись совелки вот я для меня давайте покажу вот вот они совелки это район совелки зеленоград видите да я думаю вам семейно так вот сделаю подачу отойду не буду на парапет заходить в принципе мог бы здесь полазить но что-то как-то уже не то что я вышел с этого водороса друзья просто не настолько я расслабился что даже не залазить сюда вот они ступеньки дорога автобусная остановка друзья башня ну и такой друзья мост друзья давайте поднимемся по этим ступенькам вернее я поднимусь а вы со мной наверное знаете не устаю удивляться насколько память даже ноги помнят этот подъем наступаешь на каждую ступеньку друзья и многих это ощущение как ты шагаешь по этим ступенькам прям как будто это было тогда друзья мы вышли именно вот на этот мостик переход такой скажем надземный сзади меня погода вообще друзья погода радует блин удачно я сегодня заказался хотел немного поснимать но наверное даже сегодня побольше для вас поснимаю чтобы вам было наверное интереснее меня смотреть вот кому-то наверное вообще до этого видео видосика будет кто-то будет равнодушен все равно но я друзья это мой видео дневник когда-нибудь наверное меня не станет а эти видео останутся и будут жить дальше наверное они тут смотреть не будут вот но я особо как-то не расстраиваюсь потому что друзья пока я живой я буду их присматривать много-много раз вот видите мы идем в мост как проезжий проезжий дорогой вот было друзья здесь раньше можно было только на той стороне ходить а сейчас видите как сделали что можно на вторую сторону перейти и даже 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 как-то друзья стало намного приятелей потому что видите такой вид открывается на проезжую часть на дорогу давайте я вам покажу видите какой вид шикарный друзья шумит вентилятор это вот ресторан корчма его раньше тоже не было буквально может пару лет раньше это просто здесь здесь что-то было а может даже ничего не было я узнал не друзья вот это вот наш с вами наше с вами вернее здание с детства мое здание с детства знаете друзья я хочу поснимать потому что ну по-любому его снесут или перекрасят оно белое всегда было даже когда я маленький был потому что какую-нибудь розовое или синее станет а у меня вот такая вот видеопамять я конечно жалею что я раньше не занялся блогерством мы не не поснимал всего этого когда некоторые здания не в этом районе здесь много районов в зеленограде что-то уже снесли и я это не успел просто поснимать но я видел это на других каналах видео скажем так со друзья со старыми зданиями зеленограда которых уже нет просто их нет не так ни на карте нигде только вот здесь друзья вот здесь в голове воспоминаниях они остались больше нигде есть пока я жив пока мой мозг моё серое вещество в голове работает я помню ну и наверное другие люди кто обожает этот город кстати друзья я его долго ненавидел даже хотел отсюда уехать а когда друзья я уехал я стал сюда приезжать и скучать и блин я продлинаю тут день когда я здесь продал квартиру и можно сказать я теперь здесь как изгой приезжаю к себе на родину здесь я родился но но друзья как гость теперь в роли гостя но все равно я рад что у меня есть две ноги на которых я могу сюда прийти приехать и погулять от души поэтому ставьте вот такие жирные лайки комментарии а также не забываем подписываться на канал джек и друзья я иду снимаю вот снимаю такой здесь теперь дэкс вот раньше этого не было как здесь площадь люди скажут идет блогер на телефон тягач снимается у меня настроение хорошее когда я выпил банку купила у меня язык более такой развязался потому что я немножко устал с дороги вот и по словам друзья место интересное для меня по крайней мере для волки знаю для меня вот он торговый дом Зеленоград сейчас поближе туда подойдем я вам покажу что было здание гуляют люди когда-нибудь этот человек или через 10 увидите на ютубе что он шел в моем видосике мимо скажет нифига себе у меня была когда-то синяя майка которая сейчас которой давно уже нет друзья вот так же я иду в синюх белую паузку майки и когда-нибудь я ее выкину но она останется в какой-то степени как вот этот дом торговый может его переименуют как-то в другую другое название да тут какой-нибудь там универмаг верный хотя уж такой есть вот но для меня он всегда останется торговый дом зеленоград такой вот торговый дом зеленоград друзья машина припаркованная я иду гуляю не парюсь никому не мешаю самое главное это что мне никто не мешает и я никому не мешаю но очередной людишка там человечечка который идет телефоном снимает думаю не с автоматом иду поэтому никому от этого не хуже не улучшен друзья такой торговый дом зеленоград вот это вот здание клейта тоже тоже клейта это здесь у нас центральная 1 улица центральная 1 здесь театр чуть дальше пройдем я вам покажу вот эта гостиница она раньше не достроенная была сейчас это бизнес-центр ну и вон там это у нас префектура зеленоградская вот эта вот префектура города зеленоград тоже она не изменилась даже там видимо какая-то архитектура такая плиты они не красили и слава богу серого цвета была серого я осталась уже 30 лет я ее вижу в таком цвете зимой-летом одного цвета называется друзья вот такое вот наше с вами здание торговый дом зеленоград там башню через дорогу тоже старые совсем злобин архитектор такой был можете набрать в поисковике в интернете на майле или на яндексе злобин был архитектор по-моему или конструктор как это правильно который по его чертежам строился зеленоград был еще один архитектор но я не помню как его точно зовут имя фамилию но мы с вами я знаю где там Римская есть даже ему по-моему там чуть ли там не улицу в части его назвали мы с вами посмотрим попозже это снимаю а пока что я знаю только что злобин мне мама еще говорила которой уже нету что злобин это злобинские дома все вот это злобинские постройки это навекает еще друзья лет 100 простоит раньше очень особе строили все не то что сейчас наберут кого попало вот и можно сказать ты уже строитель без образования и здесь очень строго даже стройматериал в пропорциях соблюдались пропорции все миллиметр сантиметр на миллиметр учитывали строительстве поэтому материал был более качественный стройматериал друзья поэтому видимо дома мне уже почти 40 лет 39 будет в сентябре через месяц грубо говоря через полтора эти здания такие же как когда-то в моем далеком прошлом в детстве почти не изменились ну вот этот вот дом творчества это торговый дом зеленоград этот этот это у нас плейта друзья вот это 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 развлекательное такое здание культурное культурное самое главное что он культурный центр зеленоград вот мы с вами друзья культурные люди вот ну по крайней мере я культурный человек иногда конечно бываю и бескультурным но в основном я культурный спасибо моей маме что она меня так воспитала вот я люблю иногда посещать вот такие вот культурные места раньше я здесь а что то аиль друзья раньше я здесь вот на площадке здесь на парапетах пасовался с друзьями вот там тоже вдоль длинный парапет видите да бордюр такой там тоже выступ с друзьями играли в сокс катались на скейтборде танцевали брейк-данс и просто пили пиво курили сигареты хотя это плохо друзья я за здоровый образ жизни поэтому не начинайте пить и курить а кто бросает навязывать я в этом видео ни в коем случае никого не агитирую употреблять какие-то вредные вещества а наоборот даже в ад хочу убедить что этого не стоит делать что это очень вредно и плохо для вашего здоровья так вот вот он хочу себя просто тоже на фоне этого культурного центра светиться в кадр друзья давайте ладно хватит мне светиться и так я себя достаточно наснимал вот какой вот друзья культурный центр зеленоград дом творчества друзья вот если быть точнее дом творчества вот вот какая богиня там сидит сарп и поможет давайте подойдем поближе такие вот здесь ступеньки надо было немножко другой ракурс взять поснимать как я по ним спускаюсь ну ладно я ступил немножко друзья такой вот видите флаг России триковор и вернее здесь много белый красный синий ну это триковор друзья это понятно что это с Россией связано что это мы в России живем в флаг России из трех цветов состоит красный синий белый ну и вот это вот здание вход дом творчества друзья давайте поближе подойдем блин я хочу для себя поснимать тоже чтобы у меня какая-то память осталась я потом камеру возьму я просто перестраховаться решил мало ли здесь все покрасит какой-нибудь не знаю розовый или зеленый цвет у меня останутся эти кадры потом я еще поснимаю для себя и для вас но пока что я поснимаю на телефон друзья такой вот такая вот богиня сарку сарку да посмотрите красиво бронзовая 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 такая вот скульптура друзья а блин сколько времени она как бы а так и осталось хоть не испоганили ее хорошо вандалы блин друзья я когда-то на нее залазил с друзьями фоткался там с девчонками здесь мы стояли видите такая вот дверь как бы за стеной да можно спрятаться и покурить накурили пивкой здесь пили блин сколько времени утекло у меня аж сердце не поверите у меня аж сердце кровью обливается все родное родное до боли тяжело тяжко вы наверное скажите какую-то душевно больной тип ее съемку да друзья в общем болит душа что когда-то я здесь гулял и для меня это было как обычное дело сейчас я приезжаю как в музей друзья музей искусств вот и музей прошлого наверное своего прошлого вон видите кстати мое отражение на него вон он вот ну а внутри мы пока не будем заходить вот так поснимаем так что так друзья так что так ностальгия она ужасная штука да наверное правильная ностальгия я ностальгирую по прошлом я счастлив счастлив что я здесь оказался бываю периодически столько времени уже прошло друзья я все еще помню свой город родной где я родился где я сделал первые шаги давайте вот так типа как фотография вроде бы прикольно но рюкзак мешает так друзья пусть я уже старое лицо уже сморщенное как запеченное яблоко вот друзья идут я не молодею а старею как и вы в принципе но вот эти все предметы памятники стены они так и будут стоять даже после нашей с вами смерти я думаю что-то снесут а что-то останется вот ну и видео это останется друзья для вас в том числе пока что давайте я покажу вам подойду поближе покажу префектуру Зеленограда если кто не знает может кому-то по работе по делам сюда может у курьеры документацию вам скажут привозить я вам подскажу ближайший маршрут но координаты вернее более точные давайте разверну камеру вот вот она префектура Зеленограда вот это вот вот эта гостиница друзья вот это вот палец мы видно смотрите на кончик палец сейчас это бизнес-центр а это у нас префектура Зеленограда такие вот крутые ступеньки длинные здесь когда-то я бегал люди гуляют так же я когда погулял познакомился с девчонками вон на тех лавочках друзья сидели девушки ходил ходил я не один конечно тоже в компании друзей не знакомился стрелял телефончик может даже кого-то знакомы встречи может друзья меня узнают а может даже не узнают скажут кто такой поэтому тут уже я наверное узнаю любого друзья знакомого друга подругу ну вот лавочки видите сзади меня лавочки их друзья давайте так лучше не было раньше вот эти лавочки раньше не было вообще ничего не было кроме вот там фонтаны лавочек не было друзья сейчас видите как все цивилизованно стало раньше в принципе тоже не хуже было сейчас более так но по богатому скажем все изменилось наверное лучшую сторону площадки этой детской не было аттракционы или что это сетки батуты или как правильно друзья поправьте комментариях жарко я уже не особо соображаю надо попить что-нибудь купить язык заплетается жарко горло пересохло на горле друзья пересохло такая вот друзья сетка гамак вот гамак наверное да можно покачаться посидеть попрыгать наверное на нем прыгают больше чем сидят ааа нет друзья свалюсь у меня телефон еще в руке неудобно давайте фонтаном пройдем давайте на лавочку присяду приземлюсь так вот рюкзак мешает мне в следующий раз я приеду надеюсь без рюкзака и присяду на эту лавочку более удобно мне будет сидеть пока что я на перевес с вещами гуляю показываю вам я мог бы гулять и не снимать но я решил приснимать вам показать такую маленькую экскурсию для вас провести друзья поэтому ставьте лайки вот такие вот жирные а можно два и комментарии ну и подписывайтесь кто не подписан и хотя бы заходите в гости почаще на мой канал канал называется Жека друзья так давайте я вам покажу ступеньки где я на скейтборде прыгнул спускался своими двумя ногами такие вот ступеньки друзья блин я буду это пересматривать буду воронеже например и будут мая наплакать насколько это все тяжело вот это вот друзья фиктура зеленограда мы ее издалека с вами смотрели вот это фонтаны за немножко другие были сейчас белая плитка была красная были они покрасивее немножко вы видите как все сделали в тон тонн детишка купаются как бывает все меняется мы стареем молодежь наоборот вырослеет молодежь мы с вами стареем друзья на память я не сотрешь и скажешь головой не удариться вот очень красиво приезжайте не поможете в этом тёплый городе Награбурге, отступите мороженого. Сейчас рано, ещё 12 часов дня, пол первого, народу не так много, тут уже обедает, у кого-то обед на поляне. Людей ещё мало, будет маленькая девочка, всё, спина, тамокатом будет. Но народу будет к часам к пяти очень много, к шести, когда уже жара начнёт спадать и народу будет намного больше. А нам с вами, конечно, вернее мне удобнее поснимать, для народу меньше, чтобы не обходить людей, а так спокойно, таким шагом, такой походкой, как на прогулке, нужно пройтись и взбивать. Зелёная вода, друзья, блин, а, когда-то я нырял здесь, бегал босиком. О, здесь скользко. А, чуть не рухнул воду. Ну, в принципе, ничего страшного, на улице жара. Я думаю, что мне не повредит охладиться, а попозже я их пытаюсь. Там дальше есть озеро, друзья. Такие вот здесь лавочки уже другие совершенно, раньше были они более старинные. Вот. Более всё культурно стало. Вот это тоже было неплохо. Вот. Но я, видите, не успел для вас, не успел, хотя у меня есть одно видео, старое, где я видеоклип свой снимал, есть у меня старые кадры, как здесь раньше было всё. Покопайтесь на моём канале, можете найти, друзья, когда здесь были красные. Красная плитка, друзья, не знаю, как сказать, не буду заморачиваться. Друзья, вот так вот здесь красиво, как в раю. Друзья, я оказался в раю, в своём родном городе, друзья, Зеленоград. Только девчонок не видно. В принципе, сейчас я уже не такой молодой, как раньше юный. Вот. Не буду опукать девушек, ходить и знакомиться. Просто поснимаю для вас это видео. Ну и для себя, наверное, больше для себя. Видосик. Здесь прикольно, красиво. Хорошо. Такая вот, друзья, место. Может приехать и тоже здесь, например, с девушкой отдохнуть. Своей. Ну и с другого девушки. Если он сам разрушит. Такая вот шутка, друзья, и шутник. с фонтаном. И шутник. И с пензем. И с друзьями. И с шутниками. С владельца. Что не зелелась, спасибо. Эта вот краска. Веропад, хоть одного. Друзья, дадут звук желчания воды, как когда-то 20 лет назад. Куда более напоминает нас те времена, те годы. Молодец ссыпается, ребятишки. Надпись. Вот она, родная. Там я все-таки офицей, я ее видел, но он здесь. Вот Веленоград. Друзья. Давайте, если она поняту надписью. Так, толсток уже петел. Вот я Веленоград. И я стою на фоне, на фоне Веленограда. Вернее, я нахожусь в Веленограде. Но я решил поднимать себя на фоне Веленограда. Все-таки даже здесь блогеров не любят. Смотрю люди. Кто-то, кому-то смешно, а кто-то наоборот. Все-таки угримасы. Вы очень хорошие смыслы. Друзья, такие вот фонтаны их не было тоже. Мостик сделали, его тоже не было. Вот тут машин у детей тоже не было. У детишек Варенга. Там карпшеринг для ВИСей. Карпшеринг. Тут мостик его не было. Но, кстати, очень красиво, прикольно. Раньше его здесь не было. К сожалению, он не на лодках плавает. То есть, друзья, я все самое главное пропустил, видимо. Все самое интересное я пропустил в своей жизни. А может и нет, поменялось просто многое, пока меня здесь не было. Но, слава богу, это, наверное, хорошо, что в лучшую сторону они включены. Говорится, мы против войны Меломир. Видите, какой фонтан красивый там. Посреди озера, речки. У нас труд, наверное, такой труд, если правильно говорить. Там еще один фонтан, еще один, здесь три. Люди на лодках плавают, видимо. В аренду можно лодку на прокат взять и покататься. Поплавать. Вот, друзья. Вот, друзья, видите, да? Такой мостик длинный. Кстати, там здание. МИЭТ не видно, все. Утопили. Да, вниз, 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 вниз. Утопили фундамент немного. Думал захватить на камеру, но потом попозже мы с вами туда сходим. И я вам покажу, как снимаю МИЭТ. Для студентов. Институт. Здание института. МИЭТ называется. И напротив, там тоже здание. Тоже, на более мне знакомое, родное. Я даже там работал. Там, типа, бизнес-центр. Но... победнее, подревнее. Но тоже здание такое, там под офисы, офисы под аренду сдают. В аренду вернее. Так вот, друзья. Такая вот красота. Красота, красотища. Ну-ка, рыбы здесь не хватает какой-нибудь. Интересный, да? Карпиков, каких-нибудь красных. Такие декоративные. Или желтых, белых. Белые бывают. Серебристые такие. Они вообще по-голоскарски, друзья, рай. Фонтан. Межаки. Давайте туда пройдем. Поэтому, друзья, давайте наслаждаться вместе со мной. С этой красотой. У меня жарко, пить хочется. Надо купить мороженое или воды. Не даже уже, друзья. Ну, а после жары немного тяжело вам рассказывать. По-любому кайфовую. А вот рассказывать, уже во рту все пересохло. Надо по-любому что-то взять попить или охладиться мороженым, например. Давайте чуть дальше пройдем. Сейчас с вами прогуляемся. Друзья, здесь молодежи много, блин. Раньше такого не было вообще. Этого мостика не было. Не было столько молодежи. Вернее, она была, она была. Там была на верту. Молодежи гуляют. Отдыхают. Сейчас уже не молодежь, но ощущал себя лет на 20 все равно в душе. Сальто парнишка сделал. Подождите, я не разъедел. Может, сейчас второй сделает. Опа. Классный кадр получился. Клава будет на лодке здесь. Монтан. Чайник. Такие вот лежаки. подождите. Давайте я тоже прилягу. Так кайфово здесь можно отдыхать. Друзья, я уже баснул один раз. Держи меня попался. Держи меня попался. Чего очень жарко. Девушка, а сколько жениградцев? 35 наверное, да? 30 вообще попался. 30? Да. Ну, скорее всего, в тени есть побольше. Ага. Друзья, ставьте лайки, комментарии. Я вышел в 30 градусов. Домашку снимать туда. Авансом даже мне лайки. Друзья, вот так вот я валяюсь. Мои кроссовки. У многих кадров. Молодежка появится. Ныряет. Девчонки сидят. И я, друзья, ставлю как мороженое по солнцу, жары. Очень жарко, а еще в майке. Думаю, майку сняли. Наверное, это сделать не буду. Скоро уже надо выдвигаться. Все поснимать. Девушки, а можно вопрос? Оно сбойно прокалывается? Нет. У меня просто губа была прокалываться когда-то и бой. Не против, что я снимаю, я для ютуба. Я блогер тоже. Я просто в Москву приперся. Я здесь также живу. Сейчас приперся родной город поснимать. Смотрю, здесь мостик поставили. Купаются все. Раньше этого не было. А давно уже этот мостик стоит? В прошлом году его поставили. Да. В прошлом году, да? Да, в прошлом летом. Понятно. Что я это не против, что я это вас скажу? Нет. Можете даже на канал подписаться. Есть ютуб? А что за канал? Сейчас скажу. Так. Жека. Родительский дом. Набери. Жека. Родительский дом. А может и обе, да? Подписаться? Вот сюда. Потом подписаться и колокольчик. Вот сюда. Ага. Во! Благодарю. Вот. Ну, Муха8, может, знаете, канал. Там тоже интервью недавно давал. Девчонки, от души спасибо. Да нет. Вот. Там себя увидите. Я смонтирую видос. Хорошо. А я не играю. А что там, блядь? Просто это, блин, изменилось так все, вообще офигеть. Вообще город другой стал. Прогрессируем. Ну да. Извините, если что там. Подскажите, какой-то дяденька это докопался. Ну да. Ну да. Извините, если что там. Подскажите, какой-то дяденька это докопался, на них. Надеюсь, девушке я тоже не напугал. Потому что я докопался до них, типа они подписались. Друзья, вот эта вот дорога, которая, вернее, по этой дороге мы пришли сюда с пляжа, с мостика, где сидели две замечательные девушки. Девушки, друзья. Они лет по 16, поэтому я не хочу получить столько же, сколько им нет. Не хочу, короче, под статью попасть. Поэтому я всего лишь попросил их подписаться на канал. Вот так бы, наверное, еще номера телефончиков не взял. Одну из них это точно бы я сделал. Пока давайте покажу, где я, вернее, где раньше был клуб. Где я люблю тусоваться с друзьями. Где мы били морды, нам били морды. Мы просто знакомились с девушками. Ну, как во многих подмосковных городах, хотя земноград друзья к Москве относятся, но все равно я считаю подмосковным, поскольку он намного дальше. Ну, прилично. Где-то 60 километров от Москвы. До метро ездить. Поэтому я не считаю его Москвой. Хотя на карте от Москва. И у меня прописка раньше была московская, да в Винограде прописан. Поэтому, друзья, я уже не москвич. Прописка у меня в Виноградке нет, но в Виноградке для вас мы снимаем. Пошел вот такие лайки, комментарии. Я буду в каждом ролике часто об этом говорить. Чтобы меня как-то поддержали наш с вами канал, друзья, аж это. Короче, давайте посмотрим. Я вам покажу, вернее. Такие вот ступеньки, которые ведут вниз. Вот это вот, какой-то тополь растет. Его раньше не было. А вот эта вот ель, она была. Пойдемте поднимемся. Прохладный ветерок. Я бы сейчас в тенег, вот сюда бы спрятался, но надо снимать. Надо вести съемку, друзья. Короче, это наш любимый торговый дом. Зеленоград он выглядывает. А вот эта вот ель. А вот ель. Большая. Большая. Это вот. Все женщины сидят, стоят, вернее, сидят, стоят. Короче, друзья. Они дадут мне поближе к ель. Посидим на кого. Хочу смущать людей своими съемками. Так, давайте спустимся по ступенькам вниз. И посмотрим, что же у нас за такой, друзья. Клуб был. Тут вывески уже нету. Нет уже вывески. Вот. Это место то самое. Вот этих вот растений тоже не было. Назывался он вечерний экспресс. Если мне память моя не изменяет мое серое вещество. Здесь был ход. Почти ничего не изменилось, друзья, за двадцать с лишним лет. Вот. Кто меня смотрит сейчас, кто с этого города или кто когда-то здесь жил, наверное, вместе со мной будут скучать. Тут играли такие группы, как «Демо», «Вирус» наши, «Отечественная попса», «Подмузыка». Все помнят эту песню «Солненную мешка в руках» или «Вирус», «Давай поднимем ручки». Помните все эти песни. Вот они здесь играли. «Вирус», «Демо», «Руки веер». Так вот, друзья. Здесь много, много что у меня. Но какие, вернее, воспоминания остались именно здесь. Именно в этом месте уже время назад, друзья, нельзя, нет таймера прокрутить. Но видосик можно снять и насладиться просмотром, воспоминаниями. Когда я не смогу, например, сюда, друзья, приехать лично, я включу видосики, буду смотреть. Когда будет далеко-далеко отсюда, я смогу включить видео. И посмотреть, где я жил. Ну и, конечно, я только вам обещал, я поменяю камеру и сниму более качественное видео, более качественный ролик. Пока что это нам больше как флог, где много-много-много меня и «Зеленограда». Еще я сниму ролик, где меня будет меньше и будет в основном «Зеленоград». Но это будет, друзья, чуть позже. Поэтому давайте поддержим лайками, такими и обязательно комментариями, чтобы видео поднять. Ну пусть не в топ, но хотя бы что-то немного побольше мы его просмотрим. Друзья, короче, так, блин, вот эти стены, ладно, стены. Меня, правда, от них головой не били, кого-то били по пьяни. Тут и разборки, и драки были. И за девушек были драки, и просто люди переживет молодежь. Мы, а бывало, покупали, короче, алкоголь в ларьках. Раньше в ларьках продавали на улице, да. Сейчас, наверное, тоже где-то есть, хотя многие ларьки поубирали. Вот. И развивались здесь, потом только шли уже вкуп, уж там все дорого было. Проще было, друзья, нам нужно купить алкоголь на улице. Вот. На вынос, скажем так. Вот. И уже здесь догнаться, идти танцевать, плясать, по морду бить, перезнакомиться с девушками. Ну, поддатым, естественно. Вот. Уже это дешевле намного. Но там, ну, мы могли там себе по бокалу пива взять, там, какую-нибудь кока-колу, там, с виски, да, колу, с виски, там. Но в основном мы пили, догонялись здесь, а потом уже шли вкуп. Даже не доходили, друзья. Отключался автопилот и просто охрана не впускала. Там фейс-контроль был и впускали не всех. Особенно до 18 лет и приходилось одевать какой-то пиджак, брюки, чтобы выглядеть более взросло. Щетина еще не росла на лице, поэтому одевались в классику. Туфельки лакированные, брючки выгруженные, пиджачок, рубашечка. Вот, стрижечка такая. У меня тогда, я не был, если как сейчас. Я навязываю, друзья, и коротко стригся. Но в основном у меня была пышная шевелюра. Я делал модельную стрижку и так я старше смотрелся. Потому что сейчас я устаю бриться. Я раньше мечтал, что у меня борода была. А сейчас, наоборот, я ненавижу вот эту бриться. Каждый день, друзья, она у меня, не знаю, колючая. Я хоть ежик, прям колючий. Приходится ее сбривать. Раньше наоборот не росла и приходилось одеваться, чтобы 16 лет не пропускали, чтобы тебе давали хотя бы лет 18-20. Ну ладно, друзья, хотя бы 17. Одеваться как-то более по-взрослому, чтобы пройти в этот клуб. И тут не один этот клуб. Я потом еще поснимаю для вас покажу. Есть Палином, это Вечерний Экспресс. Есть Допаркатор, как бы, да, там есть, не знаю. Там много еще есть, друзья. И иногда здесь клубов 5 таких нормальных. А сейчас, наверное, уже все 20. Потому что город меняется, город перестраивается. И много чего нового. Чего я не знаю, кстати, как и вы. Друзья, короче, решил я. Завязательно сегодня с пивом. А Палочки пива с меня хватит. И перейти на мороженое, друзья. Не зря же я говорил, что я таю как мороженое. Вот. Я купил себе такой замечательный бомбир сливочный в стаканчике. Действительно мороженое замечательное, беловское. Там шоколадная крошка и сливочное масло, друзья. Вернее, какая-то его часть. Сто процентов, конечно, там не могу сказать, что прям там мороженое, сливочное, сливочное. Но хотя бы не пальмовое. Я думаю, пальмовое масло там нет. Кстати, друзья, это не реклама. Дерьмо я не рекламирую. Если вы заметили по моим предыдущим ее роликам. Мороженое действительно очень вкусное. Пусть там не 100% сливочное масло, друзья. Видите, я уже икратце стал. Какое оно вкусное. Но какая-то часть есть. И самое главное, что оно вкус не пальмовое. Как в большинстве сейчас товаров используют пальмовое масло. Я думаю, здесь действительно сливочное масло. Может процентов 30. А может быть 50. А может быть и 100. Поэтому всем советую. Тут, кстати, еще есть шоколадная крошка. Мороженое очень вкусное, друзья. Я перемололся, как свиндус. Потому что я не умею аккуратно такие вещи есть. С детства у меня такая фигня. Друзья, я прямо это чувствую, как не кайфово. Как у меня по горлу, по кишочкам проходит желудок. Прохлада такая приятная. Мороженое вкусное, сливочное и холодненькое. В такую жару всем советую на пиво по месяцам нанигать. А больше нанигать на мороженое. Друзья, давайте на пляж зайдем. Посмотрим. Что-то жарко так вообще я не могу. С меня уже десятый пот течет. В руке бутылка кваса уже. Сначала пиво, потом мороженое. Теперь уже квас. Холодненький. Минут через десять. Через пять не будет, наверное, горячий. Как на улице, друзья, реально печет, реально ждет солнце. Давайте зайдем на пляж. И посмотрим, как дела обстоят, сколько народу. Это жаркий день отдыхаем на пляже. Надеюсь, вы так же, друзья, отдыхаете на пляже летом. Детская площадка. Молодежь. Мы оттуда пришли, друзья, с той степи сюда. И не думал, что так много будет народу. Обычно я здесь родился и столько народу редко видел. Я прожил всю жизнь на пляже. Люди идут, косятся на меня. Четки снимают. И тут фотографии тоже. Столько, друзья, народу. Не пропихнешься, не подохнешься. Здесь переодеваются. Народов очень много. Народов очень много. Сокупаются, выгорают. Народов очень много. Народов очень много. Друзья, народу очень много. Но я уже вчера ходил на пляжку, а на другой ездил. Поэтому сегодня, наверное, я, если и зайду, поваляться, искупаться, поваляться, на солнышко погреться, то, наверное, я не буду это снимать. Поэтому так, друзья. Я просто хотел вам показать, сколько народу в будний день, в понедельник, возможно, увидеть на пляже в Зеленограде. Представляете, что творится в выходные? В выходные, наверное, вообще негде пройти, только если по людям шагать. Поэтому, вообще, друзья, надеюсь, что вы так же отдыхаете сегодня или вчера отдыхали или завтра будете так же отдыхать. Друзья, вот это Зеленоградская префектура, горсовет, если сокращено на городской совет. Такой вот ДК, дворец культуры. Ну и это вот такой вот парк и дворце. Вот он, друзья. Сейчас поднимемся, давайте с вами посмотрим. Я снимал его уже, ну, чтобы вы увидели. Вот он стоит, красавец. Дворец культуры. Универмаг Зеленоград. Бизнес-центр или бывшая гостиница. Раньше это была недостроенная гостиница. Когда достроили, стал бизнес-центром. Ну и вот горсовет, префектура Зеленограда. А также напоследок давайте я для вас снимаю фонтаны, друзья. Фонтан, набитый детишками. Песком, вернее. Все купаются, жарко. 35 градусов, подзор, почти жары. И люди, как могут, спасаются от этой жары. Кто-то в озере, кто-то здесь, в монтане, детишки, например. Там тоже я снимал, там тоже были детишки. Здесь их тоже хватает. Но взрослых я пока не вижу. Вижу только детей, как дети. Лавы, ныряем. Эх, друзья, пора нам прощаться, уходить от этого прекрасного места. Поэтому не забываем ставить лайки. У меня, видите, в руках занята толстовка и класс в руке. Поэтому я не могу вам лайк показать. Но я думаю, без меня нажмете на палец вверх. Нажмете также подписаться и колокольчик, друзья. Чтобы получать от меня самые последние новости, видео. Ну и надеюсь, вы почаще будете заходить ко мне в гости на канал Жека. На наш с вами канал. Вот. Чтобы я знал, друзья, кстати, комментарии. Пишите, чтобы я знал, что я вам нужен, что вам интересно. Потому что у меня с каждым разом вдохновения все меньше и меньше. Хоть я и говорил, что я это снимаю больше для себя, для семейного. Видеоархива, видеодневник такой с твоей виду. Но хотя фильм у меня, друзья, нет, еще раз напомнил. Вот. Пока что, может быть, я еще и женюсь. Пока что у меня даже и в планах этого нет. Но вот. Но пока что, друзья, это будет... Да. Это будет общедоступное видео. И у меня их много. И все они общедоступные. Надеюсь, вам понравится. И вы все-таки подпишитесь, если не подписаны, нажмете лайк. Жирный. Давайте, друзья. Пока-пока-пока-пока.